Давайте же узнаем, почему Сапрыкин постоянно переобувается, потому что для меня это действительно загадка и крайне актуальный вопрос. Как бы ты ни проводил стрим, обязательно находится когорта и весьма не кислая когорта недовольных людей. А потом мне говорят, что типа Сапрыкин постоянно чем-то недоволен. Вот у него очень хорошая память, судя по всему. Он запомнил какие-то умные слова и ни в пизду, ни в Красную Армию их вставляет и, собственно, умудряется тем самым развести лохов и заставить их думать, что якобы он умный. На самом деле он просто помнит очень много слов и у него, скорее всего, действительно хорошая память. Но боюсь, что это совершенно не является подтверждением его каких-либо интеллектуальных способностей. Те же самые люди, которые заходят и высказывают свое недовольство всем и вся, то мало играешь, то мало отвечаешь на вопросы, то песни не те, то освещение не то, то звук не такой. Ну, кто переобувается, чуваки? Я или вот народ? Вот, пожалуйста, вам вопрос для размышления. По-моему, нужно увидеть хотя бы такое бревнище гигантское в своем глазу, прежде чем мне на какую-то соринку. Еще раз. Сопрыкин говорит, что кому-то нужно увидеть бревнище у себя в глазу, прежде чем ему указывать на соринку. Это говорит Сопрыкин. Ну, вот помните его недавний видос про тролля вселенского масштаба? Ну, вот, собственно, опять же, я вот... Либо он гениальный тролль вселенского масштаба, либо просто абсолютно отбитый наглухо, черт. Это, опять же, про него подходит гораздо больше, чем про Фреда. Вот, я сейчас не вру, вот, кто находится в чате, вы же прекрасно видите каждый стрим обязательно вот в недовольные вечно все, б-б-б-б-б, деды старые, а потом мне говорят, ты дед старый. Ну... Вы охуели, что ли? Я, значит, сижу тут, развлекаю всякие разные темы, там бла-бла, вот эти приходят, б-б-б-б-б-б-б, потом, бля, ебать, ты скучный дед. Ну, вот всегда это происходит. Кто переобувается, алло, я или вы? Я чё-то вообще нихуя не понял, в чём переобувка этих людей. Те же самые люди... Ещё раз. Обязательно находятся когорта, и весьма не кислая когорта... Я вообще нихуя не понял. ...недовольных людей. Так, ну... А потом мне говорят, что, типа, Сопрыкин постоянно чем-то недоволен. Так, недовольные люди говорят, что Сопрыкин чем-то недоволен. Те же самые люди, которые заходят и высказывают свое недовольство, всем и вся. То мало играешь, то мало отвечаешь на вопросы, то песни не те, то освещение не то, то звук не такой. Ну, кто переобувается, чуваки? Я? Или... Что-то бред вообще. Это не переобувание. То есть люди недовольны тобой, и, типа, это нормально, недовольство твоим недовольством. Они не всегда недовольны. Они недовольны, блядь, в виде твою недовольную унылую рожу. Я, например, почти всегда доволен. Но, видя недовольную рожу Сопрыкина, я недоволен. И высказывая, что я, блядь, недоволен этой рожей... Блядь... То есть... Да, спасибо, Бая, что я сдонат. Сейчас посмотрим обязательно. Насколько... Блядь, тупая хуйня вообще. То есть, вот, опять же... Очередной раз. Вот когда ты мог как-то подколоть... Чувак, вот, ну... Ну, просто, вот, какой-то жидкий, глупый, абсир на абсолютно ровном месте. Я реально... И вот, кто эти люди? Кто эти 75 человек? Вы чё, блядь? Вы вообще, что ли... То есть, блядь, переобувание. Переобувание — это когда ты только что говорил одно, а теперь говоришь другое. Переобувание — это ты, блядь, только что говорил, что дизлайки ставят только тупые школьники во вселенной тупых уебанов, и тут же их ставить бежишь и призываешь свою аудиторию их ставить Соколу. Переобувание — это, блядь, только что накукарекать, что вот, Сокол, падла такая, блядь, гонорар с Моисея, с этого, с Околомузона запросил, а потом, блядь, с Моисея гонорар запросить. Вот это переобувание. Это, блядь, доебаться до глагольных рифм, а потом, блядь, начать пиздеть, что, ой, блядь, у меня сильная рифма, хотя у тебя она тоже есть, и, блядь, доебка ровно зеркальная, ровно точно такая же. Ровно одинаковая, блядь, сука, ебаный стрим ненавижу, упал, блядь, какого хуя, блядь, вообще, пиздец. Ладно, поебать. Чё ещё было, кроме рифм, кроме рифм? Ну, вот бесконечная вот эта хуйня, вот это переобувание. А, блядь, сказать, хули у тебя рожа такая недовольная? Блядь, это не двойной стандарт, не переобувание, не хуя подобного. Это, блядь, у тебя реально унылая рожа, и следствием этого является, блядь, то, что у тебя при 130 тысячах подписчиков, ну, в самом лучшем случае, в самом лучшем случае, 50, 150 зрителей. То есть это где-то, наверное, 1%. Ну, то есть это, грубо говоря, как если бы я собирал на своём 2000-м канале, да иди нахуй, блядь, стрим, не падай, заебал. Это как если бы я собирал на вот этом своём канале, ну, блядь, давайте не считать этот, на своём основном 24-тысячном канале, в самом лучшем случае 24 зрителя. Вот прям в самом лучшем. В самом лучшем у меня, сами понимаете, бывает как бы такой в хороший жирный день 50 спокойно, ну, то есть в два раза больше. То есть вот как бы парадоксальный человек, он одновременно вроде бы и нашёл на ютюбе какую-то свою нишу, то есть научился привлекать к себе внимание большого количества людей какими-то из своих видосов, и в то же самое время вот всё делает через жопу, чтобы отпугнуть их от стримов, на которых ты вообще-то мог бы как бы действительно собирать на шикарную жизнь бездарь, у которого даже на завод не берут. А чё у тебя рожа недовольная? У меня рожа недовольная, потому что пидорас ютюб, блядь, охуел и показывает у меня красный битрейт какого-то хуя. Или ОБС, или ютюб, не знаю. Вот почему у меня рожа недовольная. Вот. Я как бы не спорю, у меня возможно, что хуй в огора недостатков тоже, кстати говоря, и недовольная рожа и так далее, и я сам отпугиваю от себя больше людей, чем мог бы собирать. Базару ноль, базару ноль, но я с этим не спорю. Но тут он типа как бы, ну, просто спизданул хуйню, и я на это указываю. Вот и всё. Субтитры сделал DimaTorzok